Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Слыхали же, наверное, выражение, что достойное окончание выходного дня гарантированно означает успешную следующую неделю. А как выяснилось, для каждого уважающего себя геймера, намерение завершить выходные праздно, но в то же время культурно и познавательно, так или иначе заканчивается попаданием на этот самый канал. Таков путь, как говорится. Для самых ярых скептиков доказательства вот прямо здесь и сейчас. Свежая сводка новостей индустрии, которую впрямь было бы стыдно пропускать, наверняка кто-нибудь прознает. Того и гляди, объяснять придется, а оно никому не надо. Ну да довольно размашистых прелюдий, перейдем к главному. Так, в сегодняшнем выпуске вы узнаете о белорусской модификации на Сталкер, о том, какой любопытный слив в очередной раз оказался в сети, что за сюрпризы нынче готовит Юбисофт, а также интересные подробности разработки Dead Stranding 2. Все это, разумеется, лишь верхушка айсберга. А посему, будьте любезны отложить предбудничные приготовления на полчасика, так попозже, наведите себе капучино с лаймовым медом и погнали разбираться вместе с нами в актуальной игроновостной повестке. Наконец-то у фанатов файтингов случился праздник. Mortal Kombat 1 официально анонсировали. Издатель Warner Bros., как и ожидалось, представил полноценный перезапуск серии. История персонажей мира игры начнется сначала, а ее релиз запланирован на 19 сентября этого года на ПК, PlayStation и Xbox. Были открыты и предзаказы, ну а как же без них? Так, всем тем, кто оформит покупку предварительно, подарят эксклюзивного бойца в виде шансунга, а также пустят на бета-тестирование, что должно состояться в августе, правда, исключительно на консолях. Авторы с гордостью сообщают, что перезапуск станет новой эрой в истории серии, в которой появится значительно улучшенная боевая система, разнообразные геймплейные режимы и иммерсивная сюжетная кампания. А для поклонников серии из России есть и еще одна хорошая новость. На странице игры в Steam заявлена поддержка русского языка, хотя купить саму игру напрямую в магазине Valve по-прежнему нельзя. Да, возникает аналогия с почтальоном Печкиным. Кстати о Valve. Некоторые бдительные юристы, узнав о существовании портативной консоли Steam Deck, внезапно обнаружили нарушение патентного права со стороны компании Габена. Таким образом, к Valve возникли вопросы у Immersion Corporation, что занимается реализацией систем тактильной обратной связи, коим относится, к примеру, та же вибрация. Насколько серьезные данные обвинения, сказать сложно. По сообщениям журналистов, компании не впервой занимаются подобными разборками с достойным количеством крупнейших технологических корпораций, так как она сама накопила гигантское количество этих самых патентов. Известно, что в свое время Immersion уже успела выйти на конфликт с Microsoft, Apple, Sony, Google и Meta. В данном случае компания все так же требует возмещения ущерба и отчисления роялти. Представители Valve пока не давали комментариев, однако ожидается, что урегулирование вопроса пройдет во внесудебном порядке на условиях Immersion Corporation. Разработчики крупной кооперативной модификации для первого сталкера в белорусских декорациях выпустили отчет о проделанной работе, был выпущен видеодневник и опубликовано несколько новых скриншотов. Авторы рассказали, что изначально были планы сделать как одиночную игру, так и кооператив на более чем двух игроков. Однако от идеи вскоре отказались из-за сложностей в реализации. Касаемо названия, тут, думаю, все очевидно. Разработчики подтвердили, что сюжет «Сталкер Беларусь» крутится вокруг белорусской науки и людей, что с ней непосредственно связаны. А потому нас ждет множество сведений об аномальной зоне, что со стороны Республики Беларусь. Примечательно, что все разработчики находятся в России, и белорусов среди них нет вообще. В игре нельзя будет создавать персонажа с нуля, однако изменить отдельные элементы одежды возможность будет, шапочку там поменять или новые сапоги. Также отмечено, что модификация будет выходить постепенно. Изначально доступно будет всего две локации и ограниченное количество снаряжения и оружия. Остальное добавят постепенно с обновлениями. Количество часов на прохождение неизвестно, но то, как шустро вы будете проходить конкретные задания, зависит исключительно от вашего игрового опыта. На вопрос про цену на модификацию в денежном эквиваленте авторы заверили, что та будет распространяться исключительно бесплатно, так как авторы видят себя идейными людьми, и даже никакие донаты от страждущих им не требуются. Сразу видно, наши люди, никакой меркантильности и жажды наживы, только чистый энтузиазм. Всякого рода альфа и бета-тестов разработчики тоже не обещают. Тестированием займется небольшая группа людей из числа друзей и знакомых разрабов, а полноценный релиз планируется уже в этом году, правда без более точной информации. Очередное обновление для ретро-футуристического шутера Atomic Heart вышло в свет. Игра так-то не была чересчур уж поломанной, однако патчи выходят с завидной регулярностью, а очередная заплатка также исправила ряд технических ошибок. Известно, что помимо повышения стабильности игры в целом, разработчики сделали так, чтобы мускулистые руки нашего протагониста не загораживали прицел в игре. Помимо прочего, были исправлены сохранения, а также корректность активации диалогов в игре. А если у вас по каким-то причинам не выпали ранее багованные ачивки, то придется таки начать новую игру. Пока поклонники серии Silent Hill все надеются на возобновление и разработки продолжения от монгольского геймдизайнера, новое поколение инди-девелоперов берет инициативу в свои руки. Такие случаи в последнее время, прямо скажем, нередки. Так, студия InfoBA представила кадры нового хоррора под названием Depart, который, судя по кадрам, авторы придумывали, вдохновляясь творением Хидео Кадзимы, а также нашумевшим шутером Unrecord. Здесь камера тоже приколочена к груди главного героя. К слову, эти же авторы чуть ранее уже отметились выпуском отличного хоррора Nine Child's Street, который получил 91% положительных отзывов в Steam, а потому свежий анонс выглядит как минимум многообещающе. Из описания следует, что игрок будет перемещаться по лабиринту из узких коридоров, сталкиваясь с различными существами, аккурат до тех пор, пока не произойдет финальная встреча. Звучит интригующе? Ну, вероятно, да. Из довольно продолжительного геймплейного трейлера можно понять, что нас ждет мрачная гнетущая атмосфера, отсутствие голливудских эффектов и пугающая камерность происходящего. У героя есть только пистолет, а против него масса смертельно опасных противников, каждый из которых способен с легкостью стереть его с лица земли. В игре хоть на первый взгляд и не наблюдается всяких там next-gen фишек, но освещение реализовано без дураков великолепно и работает на эту самую атмосферу на 10 из 10. Вероятно, спасибо стоит сказать графическому движку, разработчики взяли за основу игры Unreal Engine 5. А потому только лишь от просмотра данного видео есть шанс отложить пару десятков кирпичей, в случае если зритель прямо-таки особо впечатлительный. Даты релиза у проекта пока что нет, но демку альфа-билда можно потестить уже сейчас. В ходе недавнего разговора инвесторов со Штраусом Зельником, главой компании Take-Two, те поспешили затронуть злободневную тему, а именно отношение рядового покупателя игр к новой ценовой политике крупной компании, что одна из первых установила ценник в 70 долларов на свои проекты. В ответ, явно выражавшему беспокойность инвесторам и аналитикам, руководитель поспешил парировать, мол, среди покупателя никаких недовольств отнюдь не наблюдается, наоборот, любители поиграть в качественные проекты стали более избирательными и не скупают всё подряд, ориентируясь только на высококачественные игровые релизы. А он их у студии хоть отбавляй, одни проекты Rockstar и 2K чего стоят. Напомню, что компания Take-Two повысила ценник на игры в октябре 2020-го. Так, стоимость NBA 2K21 стала равняться 70 вечно зелёным. А дабы не отставать от рынка, схожую позицию приняли студии Electronic Arts, Activision, Sony и многие другие. Стоит ли говорить о том, как подобное решение со стороны крупных издательств обрадовало обычных игроков? Но, как говорится, где обычные игроки, а где успешные и прогрессивные игровые издательства? Однако же не все погрязли в меркантильности и желании набить кошелёк потуже, хотя бы по мелочам. Например, симулятор курьера Dead Stranding от Hideo Kojima сейчас отдают совершенно бесплатно, безо всяких подвохов, написанных мелким шрифтом. Речь о традиционной раздаче халявы в Epic Games Store, в котором игру можно забрать до 25 мая. Игрокам из России бесплатная раздача также доступна, а автор уже успел проверить самолично. По такому случаю не лишним было бы напомнить и о разработке сиквела игры. Dead Stranding 2 создаётся под крылом всё той же Kojima Productions. Правда, какие-либо ещё подробности пока неизвестны, возможно, автор раскроет больше секретов в самое ближайшее время. А немного любопытных подробностей касаемо работы на Dead Stranding 2 раскрыла актриса Эль Фанинг. Известно, что она принимает участие в качестве одной из главных ролей в проекте. Она призналась, что отнюдь не является геймершей, о чём, к слову, Kojima прекрасно знает. Однако актриса всё же пообещала сыграть в игру, над созданием которой активно работает. В связи с чем геймдизайнер подарил ей коробку с PlayStation 5. К слову о работе. Изначально девушка считала, что ей только и придётся, что сидеть в тесной будке и заниматься озвучкой своего персонажа. Однако дело оказалось куда более привычным. На площадке пришлось натурально отыгрывать все сцены в костюме для захвата движений. А разного рода эмоциональных сцен оказалось довольно много, в чём мы, впрочем, даже не сомневались. Фанинг не постеснялась признаться, что никогда ранее не видела такого интереса к её роли со стороны знакомых. Многие из них заядлые геймеры и потому твёрдо уверены, что роль в проекте Кадзимы Сана определён на своего рода звёздный час в карьере молодой актрисы. Чем дольше движется процесс разработки симулятора жизни Live by You, тем более внушительным конкурентом серии Simpsons кажется. Так, студия Paradox представила свежую порцию видеоматериалов, демонстрирующих новые возможности проекта, а конкретно речь о режиме строительства. Показано, что в проекте будет позволено свободно менять цвета и текстуры объектов интерьера, менять их масштаб. Всё это, к тому же, реализовано при помощи интуитивно понятного внутриигрового интерфейса. Так что долго разбираться в туториалах не придётся. В подобные игры мы приходим отнюдь не за этим. Студия по-прежнему планирует зарелизить проект в раннем доступе на ПК. Дата релиза отмечается 12 сентября. Представители студии локализатора Games Voice сообщили о достижении отметки в 1 миллион рублей на озвучку свежего экшена во вселенной Star Wars Jedi Survivor. Заявленное количество денежных средств было собрано за какие-то там три недели. И этой суммы должно хватить на полноценную и, что важно, профессиональную работу над озвучанием основной сюжетной линии. С привлечением тех самых актёров из Fallen Oda. Демонстрационный трейлер с участием ключевых голосов был уже выпущен ранее. И там даже самым невооружённым глазом, ну или точнее сказать ухом, уже можно услышать колоссальное количество проделанной работы, соответствующей современным стандартам качества дублирования крупных проектов. Однако на этом работа творческого коллектива и не собирается останавливаться. Сбор средств на озвучку дополнительных заданий второстепенных персонажей игры продолжается, за исключением разве что тех существ, которые в оригинале не говорили на английском. Компанию Square Enix продолжает штормить то в одну, то в другую сторону. Недавно в студии объявили о закрытии Luminous Productions, релизнувшую провальную Forspoken. А судя по свежей презентации по случаю финансового отчёта, японцы планируют значительное увеличение штата. Конкретно за счёт открытия новых студий и приобретения пакетов акций уже существующих. По мнению руководства компании, это как-то должно помочь укрепить внутренний потенциал и помочь дальнейшему развитию. Мы неэффективные менеджеры, конечно, но как развитию должна была помочь продажа ключевых тайтлов и студий разработчиков, вроде тех же Crystal Dynamics и Aidos Monreal. Решительно непонятно, но, вероятно, всё же мы чего-то не знаем. Также неизвестно, планируют ли корпорации развивать свой довольно перспективный движок Luminous Engine, поскольку та же Final Fantasy XVI уже была разработана с использованием другой технологии. Уже 25 мая начнётся трансляция презентации Skulls 2023, в рамках которой разработчики из различных студий планируют показ своих игр по лицензии Warhammer. Показ начнут в 19 часов по Москве, а продемонстрируют в рамках мероприятия не только находящиеся в разработке проекты, но и те, что уже доступны игрокам. Среди прочих заявлены мясной ретро-шутер Warhammer 40 000 Bolt Gun, релиз которого намечен на 23 мая, горячо ожидаемый экшен Space Marine 2, Total War Warhammer 3, Warhammer 40 000 Darktide и ролёвка Rogue Trader. Также поклонников вселенной призывает ждать новостей от Frontier Developments и многое другое. Издательство 505 Games порадовало поклонников меха-шутеров свежим релизом. Им стал перезапуск проекта Hawkins по заголовкам Reborn, выход которого состоялся 17 мая в сервисе Steam по программе раннего доступа. К слову, игра является условно бесплатной, а её игрокам, вновь, как и в 2012 году, предлагается с головой окунуться в мир, терзаемый войной, где противостояние ведётся путём пилотирования боевых роботов. В интернете оказалась любопытная утечка геймплея Смуты. Амбициозной отечественной ролевой игры, где нам предстоит примерить на себя роль боярина в историческом сеттинге Смутного времени. Любопытная не в последнюю очередь и потому, что при альф ролевого проекта оказалась на ноутбуке, купленном на площадке Авито. Автор слива под ником Goodwin утверждает, что никак не связан с разработчиками игры, а билд обнаружил случайно на операционке бэушного ноута, купленного с рук. Сам покупатель признаётся, что был обескуражен, убедившись в существовании игры, которая ещё недавно многими воспринималась как кринжово выглядящий концепт. Однако оказалось, что игра вполне себе реальна. Да и судя по всему, всё последнее время развивалось в заданном разработчиками направлении. Графика была значительно доработана, а интерфейс изменился в лучшую сторону. В качестве доказательства своих слов, автор утечки приложил некоторое количество скриншотов и видеоигрового процесса, в котором мы можем наблюдать за продвижением главного героя по локациям, а также оценить различные игровые механики. Предположительно, представленная на видео сборка совсем уж свежая за март или апрель 2023 года. К слову, разработчики ролёвки и студии Сайберия Нова утечку никак не прокомментировали. Компания Amazon Games, отметившаяся ранее спор на ММО New World, в данный момент работает над онлайновой игрой по Властелину колец. Проект создаётся в коллаборации с Embracer Group и находится на ранней стадии прототипа, а потому назвать хотя бы примерные сроки выхода пока ещё слишком рано. Издатель нацелен на широкую аудиторию, в связи с этим, по их словам, старается в первую очередь думать о качестве игры, и ни на кого из известных представителей жанра не равняться. К тому же, по словам вице-президента компании Кристофа Хартмана, стремления сделать игру отражением книг у разработчиков нет. Надеемся, это вовсе не стоит понимать, как очередное переосмысление с ориентацией на социальную повестку, что в контексте вселенной смотрится как минимум неуместно. Недавний сериал по мотивам лишь подтвердил подобный скепсис. Игру уже обещают поддерживать не менее 10 лет, а метод её распространения, платный или бесплатный, пока не разглашается. Стало известно, что Министерство экономики Германии выделит свыше 3 миллионов евро субсидий на разработку новой ролевой игры от авторов Готики. Проект от Piranha Bytes пока имеет лишь кодовое название «Wiki 6», а фанаты предполагают, что речь идёт о третьей Эликс. Подобную практику в стране используют не впервые. Проект по финансированию видеоигр в Германии запустили в 2020 году, и пробы пира стала компанией Fish Labs из Гамбурга, что привлекла аж 5,5 миллионов евро на разработку. Но на сей раз крупно повезло и авторам любимой миллионами геймеров Fantasy RPG. Их заявку отобрали аж из 70 кандидатов. Надеемся, что студия намерена показать нечто новое, потому как сейчас пиране известны хоть и добротными, пусть и в разном сеттинге, но практически неотличимыми копиями своей же серии Готик. Компания повторяет уже порядком закостеневшую формулу из раза в раз, постепенно теряясь на игровом рынке, имеющем в арсенале и более оригинальные ролевые проекты. Компания Ubisoft недавно провела встречу с инвесторами, в ходе которой упомянула о планах выпустить в этом году еще один таинственный проект, наряду с ожидаемым миражом, многострадальным Skull & Bones и игрой по блокбастеру Avatar. Есть предположение, что речь идет о новом проекте по Звездным Войнам от авторов The Division. Репортер издания Катаку предположил, что в кои-то веки студия не столкнулась с трудностями во время разработки и планирует выпустить проект в этом году. Довольно нетипично для Ubisoft, прямо скажем, но тем не менее, слышать такое приятно. Главное, чтобы юбики не подхватили славную традицию выпускать поломанные игры по далекой галактике, как это сейчас стало модным. И игрокам не пришлось ждать спасительных патчей по несколько месяцев. Кстати, не на шутку разошлась Ubisoft и в плане своих амбиций, и выглядит это довольно странно. На протяжении довольно продолжительного времени и по сегодняшний день компания проводила череду увольнений своих сотрудников, а некоторые покидали ее и самостоятельно, бежав словно от чумы. У каждого на то были свои весомые причины, но так или иначе связанные с токсичной обстановкой в коллективе. Однако недавно руководство студии сообщило о том, что есть планы касаемо расширения рабочего штата, ни много ни мало, аж на 40%. В основном это связано с необходимостью компании делать больше игры серии Assassin's Creed. Их на разных этапах производства уже целых 10, и по слухам это все еще не предел. Таким образом, ожидается, что всего задействованных в разработке игр про убийцу в капюшоне будет 2800 человек, работающих в подразделениях из разных городов и стран по всему миру. В сети появилась информация о том, что кошачье приключение в киберпанковом мире, речь разумеется Острей, вскоре имеет все шансы выйти и на консоли Xbox. Напомню, что ранее игра была эксклюзивом PlayStation и ПК, но если верить публикации от SRB, недавно присвоившей игре возрастной рейтинг Е от 10 лет для приставки от Microsoft, скорый анонс на коробку ждать имеет смысл, хотя даты релиза по-прежнему нет. Стоит отметить, что футуристическое инди-приключение стало одним из самых популярных релизов на PlayStation Plus за прошлый год, а в сервисе Steam у игры свыше 100 тысяч обзоров. 97% из которых положительны. Стоит ли удивляться, что авторы таки захотели порадовать необычным проектом и ранее обделенных владельцев Xbox? Вопрос более чем риторический. Наконец, была анонсирована дата проведения шоу PlayStation Showcase, в рамках которого компания Sony и студии-партнеры продемонстрируют эксклюзивные материалы грядущих игровых проектов. Мероприятие обещает стартовать 24 мая, а посмотреть его сможет любой желающий на YouTube либо на Twitch. Ровно в 23 часа по московскому времени. Совершенно точно ожидается что-то новенькое про Marvel Spider-Man 2 от Insomniac, что кажется весьма уместным, ведь свежих материалов по игре не было неприлично уж давно. А вот чего, по всей видимости, точно ожидать не стоит, так это показа в Ghost of Tsushima 2 и Dragon Age Dreadful. Такими сведениями поспешил поделиться известный инсайдер Джефф Граб. Многопользовательский ужастик Dead by Daylight, похоже, скоро ждет пополнения в стане персонажей. Разработчики заявили, что в игру заглянет никто иной, как сам Николас Кейдж. Он же невообразимо талантливый исполнитель культовых ролей в прошлом и несоразмерно трэшовых в настоящем. Авторы уже успели представить коротенький тизер с участием цифровой модельки актера, который выглядит довольно узнаваемым. Сообщается, что Кейдж появится в игре уже этим летом, но пока неизвестно в качестве кого – выжившего или же убийцы. Подробности обещают раскрыть 5 июля. Анонс сериала по мотивам Hitman формально произошел еще в 2017 году. Однако с тех пор об экранизации ничего не было слышно. Так было аккурат до недавнего момента, поскольку наконец выяснилось, что кинокомпания 20-й век Fox подала в бюро по патентам США заявку на регистрацию нескольких торговых марок. Если уж быть точным, Hitman Codename 47, Hitman Data Wains и Hitman Absolution. Данные марки классифицированы как развлекательные услуги в формате телевизионных и мультимедийных программ, что справедливо наталкивает на мысль о сериальных адаптациях. Будет ли запущен только один сериал или же сразу три – ничего из этого пока неизвестно. Вполне возможно, что студия зарегистрировала сразу три торговых марки заблаговременно, дабы была возможность в будущем использовать любую из них. Напомним, что ранее автор франшизы о Джонни Уики Дерек Колстед заявлял, что работает над сериалом об убийце со штрих-кодом на затылке для сервиса Hulu. Но судя по его описанию, версия данного шоу отойдет от привычного канона и представит знаменитого киллера вовсе не лысым, а вот так сюрприз вполне себе волосатым наемником, вдохновленным книжными образами убийцы с 70-х годов. Если связь между данным, проектом и свежезарегистрированными также не сообщается. Нередко предающиеся ностальгии любители классики не перестают удивлять потрясающими экспериментами. Одним из таких рискнуло оказаться и Need for Speed Underground 2, поистине нетленная и одна из лучших частей легендарной гоночной серии, нынче перенесенная фанатами на мощности движка Unreal Engine 5. Поклонники старательно потрудились, реализовав основные аспекты игры в новом обличье. В свежепоказанной демонстрации игрового процесса можно увидеть корректно работающий дорожный трафик и GPS-навигацию. Кроме того, разработчики повысили качество отображаемых эффектов и сцепления автомобилей. Стоит отметить, что игра и впрямь выглядит заметно посвежевше и, как следствие, просится на перепрохождение. Пусть разработка все еще далека от завершения, а дата релиза по-прежнему не объявлена. Студия Night Dive, кропотливо доводящая до релиза ремейк первого System Shock, активно занимается разработкой обновленного продолжения иммерсивного боевика. Об этом рассказал непосредственно сам директор компании. Вторая часть культовой игры в свое время снискала чуть ли не большую славу, чем оригинал. Посему анонс разработки обновленной версии System Shock 2 Enhanced Edition руками талантливых энтузиастов был, казалось бы, делом времени. Сообщается, что разработчики сотрудничают с фанатским комьюнити в лице System Shock.org. Однако фанатам стоит ждать именно ремастер, а не полноценный ремейк, как в случае с оригиналом. Хоть при разработке и будет использован собственный игровой движок. К слову, разницу в графической составляющей можно оценить уже сейчас на своих экранах, благо разработчики предоставили на суд общественности некоторое количество скриншотов. Дата релиза игры не сообщается, но известно, что игроки, оформившие предзаказ на ремейк оригинала, получат свою копию ремастера абсолютно бесплатно. Похоже, что в игровой индустрии случилась привычная уже ситуация. Очередной проект застревает на непонятном этапе производства из-за того, что, скажем так, не самое грамотное руководство доверяет разработку в кривые руки, а точнее, на откуп неопытным разработчикам. Информация подобного толка распространилась в Твиттере касательно Bioshock 4. Проект, как известно, кто-то там делает, и этот кто-то отнюдь не Кен Левин. К слову, знаменитый геймдизайнер в свое время тоже снискал себе славу проблемного разработчика. Однако его игры таки доживали до релиза, что едва ли скажешь о Bioshock 4. Уже неоднократно перезапускавшийся проект окончательно свернул куда-то не туда из-за новых разработчиков, что сломали изначально утвержденную концепцию. Забраковали сценарии и в конечном итоге уперлись в неизбежный тупик. По слухам, проект может и вовсе не увидеть свет в будущем. Справедливости ради даже не знаем, что лучше. Мы эту серию Bioshock безумно любим, за любопытный нарратив, ни на что не похожие сеттинги и визуальный стиль. Но это была довольно авторская серия игр, которая без патронажа Левина имеет все шансы превратиться лишь в жалкую пародию под известной вывеской. Вспомните хотя бы Мафия 3, ее, кстати, тоже издавала компания 2K. С другой стороны, если уж заговорили о Мафии, те же неопытные разработчики набили руку и сделали прекрасный ремейк первой части. Так что, возможно, все же стоит давать шансы авторам-новичкам. Что творится в недрах разработки нового Bioshock, да подлинно сказать сложно. Но все же где-то внутри еще теплится надежда, что руководство возьмется за голову и доверит разработку в меру амбициозной, но самое главное адекватной команде. И настал момент для нашей постоянной рубрики «Цирк с конями». Что-то у нас частенько, что не цирк, то какой-нибудь перл в Майнкрафте. Вот и сейчас знаменитая песочница снова оказалась в центре внимания. А точнее одного эксперимента с яйцами. Ну ладно, это мы шутим. Яйцо там было всего одно. Зато какое? Удара устойчивая. Некий неутомимый геймер-экспериментатор с ником Хракири Би задался целью выяснить, насколько крепким окажется внутриигровое яйцо, путем воздействия на оно и внешних раздражителей. Так, игрок начал сбрасывать на яйцо наковальни. Этих самых наковален была без преувеличения целая куча. Однако яйцо наотрез отказалось сдаваться, выдержав удары со всей надлежащей стойкостью и оставшись абсолютно невредимым. Игрок, тем не менее, тоже оказался не лыком шит, отказавшись признать свое поражение. И продолжил забрасывать яйцо чем-то тяжелым непонятного происхождения. Но и тут его ожидала печальная фиаско. Яйцо как было целым так и осталось. Вот это стойкость, мое почтение. Победу над несокрушимым противником игроку удалось одержать лишь с третьей, если можно так сказать, финальной попытки. Для этого пришлось пойти на невиданное доселе ухищрение и попросту прыгнуть на яйцо самостоятельно. Только так удалось достигнуть намеченной цели и одолеть злосчастное яйцо. Да, наблюдая за подобными опытами, невольно осознаешь, что некоторые вещи в реальности реализовать значительно проще. Хоть мы от всей души советуем не заниматься чем-то подобным, может оказаться чревато, да и люди наверняка поймут привратно. В конце концов, опытные майнкрафтеры не без удовольствия сделают подобное вместо вас. Но мы обязательно еще об этом расскажем. Ну а на сей позитивной ноте выпуск подходит к концу. Не забывайте делиться видео в соцсетях и с друзьями, нажимать что из сил на палец и колокольчик, дабы не пропустить свежие видео и подписываться на канал. Совсем скоро мы вернемся с новым интересным контентом. А пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.